Добрый вечер! Несколько слов о том, зачем нужна журналистика и зачем нужны журналисты. Не думайте, что вы знаете ответ на этот вопрос, хотя подозреваете, но так получилось, что мы немножко подзабыли, зачем все это нужно. Как-то приятно в журналистике заниматься своими делами и, в общем-то, о том, что журналистика и сама по себе профессия, и представители этой профессии не зря называются четвертой властью и занимаются, как правило, постановкой точного диагноза обществу, либо какой-то проблемой, не то чтобы забыто, но как-то не подразумевается. И тем не менее, журналистика и автомобильная, в частности, она иногда приносит пользу, в том числе и обществу, потому что журналист, если он занимается не только собой, но и еще чем-нибудь, порой бывает в роли того самого уникального посредника, который может совместить несовместимое, соединить несоединимое и оказаться как раз в роли волшебника, который взял магнитики. Помните, как плюс с плюсом, минус с минусом, помните, как они отталкиваются. Так вот у журналисты есть возможность, не меняя полярность и вообще ничего не меняя, совместить вот это несовместимое. Какое-то время тому назад ко мне обратилась группа людей, владеющих Volkswagen Tiguan. Замечательный аппарат, очень интересный, достойный, один из эталонных, а может быть даже и по праву эталон в кроссоверостроении мировом. И спасибо Volkswagen за то, что он дебютировал в теме такого из полного привода, столь интересным и правильным автомобилем. Производится на сегодняшний день этот автомобиль в Калуге, и все Tiguan, которые бегают по нашей стране, современные, вот эти вот замечательные, послерестайлинговые, они калужские. И все бы хорошо, но, к сожалению, возникла проблема с тормозами. Если помните, предысторией к тому была неприятность с калужской машиной Volkswagen Polo Sedan. Если одновременно пытаться объезжать препятствия и тормозить, то прошивка АБС позволяла что-то одно и на самом деле выбирала приоритет управляемости. Она давала водителю возможность объехать препятствия и распускала тормоза. Не все были к этому готовы, и экстренно останавливать было очень сложно. Получалось в какой-то момент, не всегда и не у всех, но порой получалось так, что сначала человек брался за объезд препятствия, потом понимал, что поздно наступал на педаль, а педаль, к сожалению, свою функцию не выполняла. Все, нет тормозов. Езжай дальше как хочешь, то есть крути рулем. Тогда с этой ситуацией разобрались. Volkswagen, нельзя сказать, что сразу поверил в проблему, но принял ее к сведению благодаря журналистам. Именно журналисты в нашей стране из непредвзятого издания Авторевью за эту проблему схватились, очень серьезно, очень экспертно к ней подошли, и на полигоне в присутствии представителей Volkswagen эту проблему предъявили. То есть максимально наглядным образом, не с первого заезда, но поскольку эта особенность относится к категории плавающих дефектов, они смогли экспертным опытом своим проблему показательно предъявить. И вот когда ко мне обратились практически такие же несчастные с Тигуаном, конечно, не все Тигуаны, не всегда, не во всех дорожных условиях обладают этой особенностью, но раз какое-то количество людей имеет эту проблему, они, естественно, попытались ее решить. Они пошли стандартным путем, кто-то из них обращался к дилеру, кто-то из них потом уже начал писать на горячую линию и пытаться привлечь к себе внимание, но поскольку проблема не массовая, а у Volkswagen голова и так пухнет от проблемы одного каложского завода, что им хватает выше крыши, то их вопрос остался без особого удовлетворения. И вот здесь как раз мне посчастливилось выполнить функцию того передаточного звена, которая проблему одних людей может наглядно предъявить другим и попытаться как-то без особых усилий, то есть никак не нагнетая ситуацию и никак ее не педалируя, дать возможность людям встретиться, обсудить, поговорить и разобраться. К чести Volkswagen он этот вызов принял, причем Volkswagen принял эту проблему на самом серьезном, на самом высоком уровне. Ей начал заниматься лично руководитель пиар-департамента Андрей Городосевич. Андрей Городосевич человек чрезвычайно умный, он увидел, что может быть эта проблема и не стоит выединываться с технической точки зрения, но на самом деле она несет определенную составляющую имиджевых потерь, эта перспектива, конечно, была неприятная. Причем Андрей Городосевич взял сразу и в соратники технического директора калужского завода Роланда. И вот сегодня 20 числа состоялась знаменательная встреча на Эльбе. Те, кто смотрел за тем, как разворачиваются события в социальных сетях, в частности, на портале ВКонтакте, там есть специальная группа, специальная страница тех, у кого тягуаны не тормозят. Вот я туда пришел и сказал, ребят, давайте разбираться по-честному, собирайтесь, выберем территорию, выберем место и время и в итоге устроим встречу того, что раньше никак не могло пересекаться, двух непересекающихся миров. И вот сегодня эта встреча состоялась. С немецкой стороны был технический директор Роланд, был Андрей Гордосевич, и были тягуановоды, чрезвычайно сплоченные, очень приятные, очень корректные люди. Ни в коем случае это не носило оттенка скандальности или разборки. Это была дискуссия людей, имеющих проблему, и, с другой стороны, дискуссия людей, желающих решить эту проблему и помочь найти какой-то хотя бы выход из нее. О том, как разворачивались сегодня события и до чего мы договорились, я вам сейчас не расскажу, потому что у нас будет прямой эфир, когда к нам придет и Роланд, и Гордосевич, когда к нам придет представитель обязательно Тигуан-сообщества, по крайней мере, вот огорченной его части, и мы все вместе будем и подводить итоги той встречи и расскажем вам о том, каким результатом мы в итоге пришли. Вот о чем хочу сказать. В действительности представительства, они открыты для подобных контактов. Не всегда удается взять их с первого раза и не всегда получается их внимание привлечь. Тем более, что люди достаточно, все мы, как владельцы, в какой-то момент, естественно, мы субъективны. Нам временами кажется, что, может быть, это ошибка, может быть, это проблема, и она вселенская. Когда у нас болит палец, вообще-то испытание ядерной бомбы в Корее отступает на второй план. Хотя ядерная бомба в корейских руках – это страшнее. Слушайте, ну, когда палец болит, хочется заниматься пальцем. Я прекрасно понимаю обе стороны. Я понимаю прекрасно владельцев людей, которые купили машину. Новую – бац, она, кажется, с проблемами. Я не встречал дешевых машин. Я дешевой машиной не считаю, например, Рено Логан, хотя он у нас из приличных иномарок самый дешевый. Я не считаю, что человек, который купил за 345 тысяч автомобиль, он не вправе обращаться со своей проблемой в представительство. Когда речь идет о Тигуанах в полтора миллиона, тем более. Не цена здесь играет роль. Но эти миры очень плохо сопрягаются, хотя они оба готовы к контактам. Представительство на эти проблемы смотрят, конечно, с легкой подозрительностью. Они понимают, что иногда люди усугубляют. Если посмотреть, как разворачиваются события на форумах, на форумах редко бывают люди счастливые и довольные. Там обычно появляются те, у кого какая-то проблема. Если читать форумы, знаете, весь мир уже заболел, все машины давно сломались, а вся водка кончилась. И представительство именно поэтому относится с некоторой настороженностью, когда им начинают стучаться и кричать. Вы знаете, у нас лампочка перегорела, а у нас двигатель взорвался, а у нас крышу снесло, а у нас колеса отвалились. Так вот, журналистика, она как раз именно здесь и реализуется на полную катушку. Если журналист готов выступать посредником, то проблема, как правило, сдвигается с мертвой точки. Например, газета «Авторевю» чрезвычайно уважаемая и очень компетентная. Газета, задающая тон всей автомобильной журналистики нашей страны, она в подобные мероприятия всегда включается, и включается она именно на стороне клиента. Она позволяет людям высказаться, она привлекает тех, кто произвел подобный продукт. Вот сегодня произошла точно такая же ситуация, когда люди, наконец, получили возможность выйти напрямую и поговорить, обсудить, наметить пути решения. Те, кто наблюдает за моими порывами на протяжении нескольких лет, возможно, помнят эфиры по подобной ситуации не по тормозам, а вот именно по сопряжению несопрягаемого. Когда жаловались владельцы лендроверов на неправомерное нарушение сроков техобслуживания и регламентных работ с увеличением цены, была в свое время проблема по Ниссанам. У X-Trail с вариатором, с двигателем 2.5 очень большие и серьезные неприятности были, и каждый из представительств бренда показал, что оно готово к контактам, оно готово обсуждать. Ну, так получается, что журналистика здесь выполняет свою первородную функцию, и в данном случае позволяет одним пообщаться с другими. Говорю это вот к чему. Не каждый раз среагируют, но если вы настойчивы и вы понимаете масштабы, постигшие вас неприятности, вы найдете этот выход. Рано или поздно вы будете увидены, услышаны, приняты во внимание, и проблема будет решена. Все, кто пришел к нам, за исключением, наверное, тех, кто здесь давно был, АвтоВАЗа, в частности, или Горьковского автозавода, или Ижевского, вот все остальные готовы к решению любых проблем. Иногда им нужно подсказать, иногда их нужно подтолкнуть, в большинстве случаев они открыты к диалогу, они внимательно слушают, они обращают внимание на мелочи, и они сюда пришли всерьез и надолго. И тот же самый Volkswagen, когда вот сейчас у них есть завод в Калуге, и они приходят на контрактную сборку в Нижний Новгород, и я говорил все время с техническим директором, но уже там, в Вольсбурге, я у него спрашивал, вот вам это все зачем? Ведь это же трудно. А он мне говорит, да, я знаю, у нас действительно будет много трудностей. Вы что думаете, когда мы одними из первых пришли в Китай, там было легко? Ведь они пришли в Китай, когда это был другой Китай, они пришли туда 20 лет тому назад. Там только-только потихонечку начинал ссыпаться прах социализма с китайских ног. И было очень трудно. Правда, китайцы хорошо в это дело включились и очень быстро создали всю инфраструктуру производства комплектующих. У нас с этим проблемы. Но когда к нам сюда приходят, приходят, понимая, что мы очень перспективный рынок, они понимают, что здесь нужно работать по-честному и всерьез, а вот степень лояльности клиента и степень культуры потребления, она, конечно, у всех разная. Но мы потихонечку, вот от той оголтелости, когда мы просто недовольны и кричим, «У нас болит палец!» Слушайте нас все! Приходим к конструктивному диалогу. Вот сегодня состоялась первая серия у нас на Финаме. Продолжение следует. Сейчас перерыв на новость. Ну а теперь о вечном, о самом интересном, о выборе автомобиля. Телефон 6510996. Леонид, вы открываете сегодняшний парад. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Сергей. Я вам звонил на прошлой неделе как раз по теме общения с представительством по Ягуару. Вы счастливый обладатель. Вы купили новую красивую машину. Да, которая возникла проблема с, опять-таки, как у Land Rover, с техническим обслуживанием, с периодом. Да, с гарантийным сроком. Да, да. Есть такой период обслуживания. И что? В итоге добились мы от представительства во многом, вот, должен сказать, благодаря моей супруге, которая активно их бомбила письмами. Молодец, жена. Вот русские женщины. Горящей избы не было, а она туда вошла прям как полагается. Ну, представительство оказалось, да, под рукой. Да, она в этом большое молодец, потому что у нее как-то больше получается общение такое, знаете, с сохранением ходнокровия. У меня это больше на эмоции переходит иногда. Вот. Так результат, в общем-то, в том, что мы получили, вот пока только скан, вот ждем оригинал, письма, в котором представительство совершенно официально заявляет, что, да, действительно, в вашей гарантийной книжке, которая является для вас основным документом, написано, что там есть шесть месяцев, а есть год, и действительно Российской Федерации нету ни там, ни там. И в связи с этим вы имеете полное право выбрать сами, что вы хотите. Хотите раз в год, вот это ни в коем случае никогда не будет применено как основание для отказа вам в каком-либо гарантийном случае. Леонид, вот тут даже чувствуется легкая увлажненность памперса всего представительства, которое вам писало это письмо. Ваша супруга молодец. Да, она большой молодец. Она, кстати, иногда любит слушать записи ваши. Вот. Я думаю, что она послушает это обязательно. Хотя я должен сказать, что опять-таки я просто сам в переписке не участвовал, так где-то что-то рассказывал в своей мысли, идее, и что написать. Но представительство пыталось все-таки нам показать, что, мол, ребят, все-таки полгода, а не год, и вы не совсем правы, что там действительно книжки нету, но вот как бы мы рекомендуем. После чего, после очередного давления о том, что вы знаете, как бы мы тогда, мол, вообще, может быть, пересмотрели бы свой выбор в отношении того, хотим ли мы обладать таким автомобилем, вот, представительство начало задумываться, что, наверное, не стоит такого, как бы не так уж галекуаров покупать, зачем терять еще одного лишнего галекуара вода, поэтому... Не лишний, ни один не лишний. Скажите, но ваша супруга при этом опиралась на какие-то статьи закона, или она аккуратно... Да, мы... Нет, мы обсуждали этот вопрос с ней, но, слава богу, оба юриста, вот, первая, конечно, наша мысль была закон о защите прав потребителя, которым, в принципе, можно везде как флагом размахивать, но проблема в том, что формулировки этого закона, они довольно обтекаемы, и найти что-то подходящее можно, но с таким же успехом это можно и отбить. Ну, у вас недостоверная информация, например? Да, да, но, опять-таки, закон о защите прав потребителя довольно так написано об этом, и какие последствия этого, тоже не всем понятно, то есть, не представь до конца информацию, а ты, как, она для тебя какой информацией являлась, такой прям важной? она являлась главной мотивацией для покупки, и купила только потому, что вы меня ввели в заблуждение, а ведь, Леонид, 159-я моя любимая статья насчет обмана или злоупотребления доверием, а здесь как раз вот уже мошенничество, а причем сумма мошенничества в особо крупных, можно и с этой стороны было зайти, если что? Да, но мы решили, что мы пойдем по пути гражданского кодекса, опять-таки, там есть примерно такая же статья, признание сделки действительной, сделки, совершенной под влиянием обмана, заблуждения. Это какая статья, скажите всему нашему городу любимому. Ой, сейчас так на вскидку, господи, 160 или 180, это вот в этом районе, это легко найти, там это прям целый параграф, то есть еще называется недействительные сделки. Замечательно. В общем-то, это можно открыть, Да, хорошая подсказка, да. Да, вот этот вот так хорошо бьет, потому что последствия как раз вот этого нарушения, то, что вы окажете, что вас ввели в заблуждение, что вам не сказали, не сообщили, и вы под этим только, собственно говоря, совершили это сделка, как раз возвращение сторон в исходное положение, то есть вы возвращаете автомобиль, вам возвращают деньги. Вот, ну, разумеется, для представительства и для дилера это удар, потому что попробуй потом еще продай эту автомобиль, скажи, а почему там небольшой пробег появился, почему ее вообще вернули. Да, кстати, очень грамотный ход, блистательная подсказка всем тем, кто оказался в похожей сопоставимой ситуации. Леонид, вашей супруге нижайший поклон за применение именно этой статьи, потому что она ставит совершенно впатовую ситуацию представительства, либо дилера, и в данном случае они должны уже доказать по нашему закону, что они вам дали всю информацию, что они вас не обманывали, что вы сами совершили эту рукавую для себя ошибку, а вот это доказать не удастся. Да, да, вы говорите правильно, Сергей, у нас по гражданскому кодексу, опять-таки, подсказка, действует презумпция виновности, то есть в суде тот, на кого подали в суд, как раз должен доказывать обратное, то есть, грубо говоря, что я не верблюд, вот ты должен это и доказать. И в данном случае, если я говорю, что меня обманули, то дилер всяческими, согласованные должны были бы всячески доказывать, что, да нет, вы что, мы вам все об этом сказали честно, справедливо, вот, и, можно сказать, почти поклялись вам. Да, и попробуйте это подтвердить. У вас есть какие доказательства в вашей точке? Никаких. Подтвердить они это не смогут. Да, вот, тем более, что, опять-таки, ПК, еще там есть несколько статей, которые тоже можно туда же припаять, но вот это вот такая вот основная, когда действительно, вот, заставляет дилера или представительства, опять-таки, задуматься о том, а стоит ли игра свеч? Стоит ли связываться, ввязываться в эту борьбу? Тем более, опять-таки, мы были готовы к тому, чтобы напомнить представительству «Стеглара» и «Ландровер» ситуацию с «Ландроверами» самими, опять-таки, о чем они, видимо, тоже подумали. Хотя, перед этим, вот, опять-таки, почитая переписку, они очень долго как раз спрашивали, а какие у вас будут остальные, а что вы хотите там написать нам такого, вот, что заставил бы нас, вот, принять автомобиль назад? Да. Вот, они это вымучивали, вымучивали, когда поняли, видимо, что ребята попались, которые могут, которые читают законы, вот, здесь, как бы, они отступили, что, опять-таки, приятно, потому что они не стали до конца, вот, не упираться рогом. Они со своим юристом проконсультировались, ведь вы же изящно загнали их в угол чем? Речь шла не о комиссионном возврате, а речь шла о возврате полностью всей суммы, все, что до последней копейки, и получается, что у них повисает на руках совершенно необъяснимый автомобиль, они на нем потеряли полную стоимость, которую вы им заплатили, они вам ее вернули, пробег у машины есть, и куда бы то ни было ее девать, ну, если, конечно, ее с дисконтом продавать, то есть, они получают прямой ущерб, это здесь уже не то, что недополученная прибыль, они получают ущерб, и вы их загнали в угол блистательно совершенно, потому что вы сразу обозначили, что речь идет, с одной стороны, о возврате товара, а с другой стороны, о возврате всей суммы вам, а для них вот это как раз очень тяжелый удар. Да, да, мы как раз, когда это обсуждали, мы поэтому, собственно, и начали ссылаться, потому что закон защиты прав потребителей, там есть, предоставить другой товар взамен этого товара, либо еще какие-то условия, либо там устранить, да, что-то, а здесь вы именно бьете по самому, что не есть больному, вернуть деньги себе, оставить автомобиль, то есть, оставить не то, что, да, представительство с машиной или дилера, а с машиной, которую уже, они потеряют еще больше, то есть, тогда, на ситуацию, лучше, проще было договориться, что, собственно, представительство и сделало, и признало. А теперь, после того, как вы обнародуете эту бумагу и предъявите ее остальным владельцам, например, посредством публикации где-нибудь в интернете, вы создадите блистательный прецедент, многие им воспользуются, поскольку владельцы Ягуара, как правило, люди непростые, и вы своим подвигом всерьез меняете конъюнктуру на нашем рынке, вы меняете позицию покупателя и продавца, у нас, как правило, в советской эпохе продавец командует покупателем, а вы заставили ситуацию измениться с точностью да наоборот. Это блистательный пример активной гражданской позиции, которая обществу пошла во благо. Леонид, вам за это спасибо и вашей жене. Как вашу жену зовут? Ее зовут Наргиз. Вот, она, по-моему, сейчас как раз тоже слушает нас. Наргиз. Нижайший вам поклон за то, что вы столь блистательно загнали в угол продавца и дали инструмент остальным для решения подобных задач. Это очень правильный ход, можно только порадоваться этому. С победой вас! Сергей. Сергей, вы на линии. Ну, на самом деле, вы не на линии, потому что линия, к сожалению, работать не хочет. Вот она техника, у нее есть приятная особенность, она изредка позволяет себе нас не соединять. Сергей, видите, телефон был против того, чтобы вы выходили в эфир. Алло. Алло, Сергей Степанович. Да, здрасте. Добрый день. Виктор, меня зовут. Вот Виктор. Ваш давний поклонник слушателей. Вы как-то называли книгу вашего хорошего знакомого юриста, который посвятил ее трепетному отношению автовладельца и дилера. Может быть, напомните еще раз? Виктор, на самом деле, его зовут Антон Нездвецкий. Так, так, так. Это фамилия, которую вы только в интернете сможете правильно прочитать. Она на слух не ловится абсолютно. Нет, Нездвецкий. Ну, ее правильное написание так или иначе там есть. Он эту книгу издавал несколько раз, она выходила как брошюрка. Является она, она даже без какого-то особого названия, это комментарии к закону о защите прав потребителя. Тут важно авторство, потому что комментариев много. Я, например, дома имею бумажную версию, где вообще ничего не написано, кроме того, что это комментарий. Она выложена в интернете. Антона Незвецкого можно ловить по разным сайтам. Он, например, есть на сайте, по-моему, называется сайт Автовзгляд. У него там есть своя страничка, своя закладка, его фотография, и вы можете отталкиваясь от этой отправной точки найти весь пласт информации. Там очень грамотный комментарий, практически по всему спектру проблем, которые мы имеем. Ну, вы только что слышали... Виктор, вы слышали Леонида, который воспользовался гражданским кодексом для того, чтобы обуздать фантазию дилера и представительство. Вот предыдущий звонивший, он гражданским кодексом заставил людей пойти им навстречу. Так что и закон о защите прав потребителей в исполнении Антона Незвецкого это очень хороший инструмент, но можно расширить методику до практически безграничного овладения, поскольку и гражданский кодекс, и уголовный. Кстати, уголовного они тоже боятся. Когда начинаешь с ними говорить по 159 статье по мошенничеству, многие начинают слушать внимательно, внимательно, внимательно. На самом деле, как-нибудь просто проведу специальную встречу на Эльбе, позову одного из людей, квалифицирующих, специализирующихся на теме борьбы с автомобилистами, с дилерами и с представительствами. Получится вполне квалифицированный разговор. Сейчас я с наслаждением передаю эфир новостям, вы заслушиваетесь новостями, а потом вы вернетесь сюда, и мы поговорим про автомобили. Вопрос сайта, причем вопрос с легким оттенком трагизма. Мой тезка Сергей находится в одном шаге от покупки Toyota Land Cruiser 70 из Эмиратов. 70-ка машина легендарная, и по этому поводу мы сами репродуцируем одну легенду за другой. 70-ка, которая продается в Эмиратах, скорее всего, это абсолютно новая машина, потому что 70-ки до сих пор выпускаются, но вокруг этого автомобиля легенд теперь уже больше, чем надо. У него самая большая неприятность в том, как у него устроены рессоры. У него рессоры пропущены под мостом, и поэтому получается, что с одной стороны вы видите этот шикарный, потрясающий совершенно грузовик, он аскетичный, как плоскодонка, и в этой штуке можно только бороться с нашей действительностью. Скорее всего, Сергей, вы покупаете машину для того, чтобы ездить по бездорожью, то есть как экспедиционный автомобиль, и он у вас в первой же простейшей нашей минимальной колее повиснет на мостах на обоих, потому что вам нужно будет либо полностью переделать ему подвеску, либо смотреть что-то другое. Эта машина на самом деле грандиозный обман. В этом сарае вам будет не очень холодно, вам будет в нем свежо, у вас будет шикарный обзор, у вас будет легендарная машина, но как только вы съезжаете с асфальта, у вас начинаются проблемы, потому что вот так вот просто взять и поехать не получится, вам нужно будет очень серьезно работать над практически полным апгрейдом этого автомобиля. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей Степанович. Я рад вас слышать. Наконец-то я до вас дозвонился. Наконец-то, Сергей, вы до меня дозвонились. Давайте уж поговорим. Да. Вот вы были на Волоке выходного дня. Был? Вот, и вы ездили, проезжали как раз в мою деревню заезжали, называется она Диулина. Я вам махал рукой, вы видели? Нет, не видел, не видел. Если бы я видел весь этот кортеж, я бы, наверное, постарался вас остановить. Вот, и вы видели какие там дороги к нам нечищенные. Лесовозные тропы шикарные. Мы, кстати, вам на одну дорогу больше сделали, потому что мы с Женей Константиновым пробили там специальную тропу в лесу, теперь можно пользоваться. Да, хорошо. Так, у меня вот такой вопрос. У меня сейчас Нива Шевроле, вот, и, конечно, первые 15-й все хорошо, потом она по таким дорогам начала все греметь и скрипеть, и меня это очень сильно раздражает. Вот, алло. Да-да-да, я тут просто весь в прониксе сочувствием к вам. Так вот, у меня вопрос к вам. Я знаю, что вы не особо хорошо относитесь к БУ машинам, и... Знаете, БУ Роллс-Ройс я предпочел бы, какой-нибудь 1963-го года, это очень хороший БУ. Ну, нет, БУ Роллс-Ройс 1963-го к нам в деревню никак. Особенно если брать весной, когда разливается пра, и там ко мне к дому к бабушке приходится ходить в костюме по грудь. Да, есть такой резинотехнический костюм. Вот, но суть не в том. Вот, я выбираю между X-Trail'ом первым 2007-го года и Калеусом 2008-го 2.5 ручка в обоих. Что вы посоветуете или не посоветуете? Калеус, поскольку это практически то же самое, что X-Trail, ну, там есть нюансы, но суть у них одна и та же, он окажется лучше, скорее всего, он окажется дешевле, потому что Рено в нашей стране с легким презрением, типа, а, Рено, подумаешь, а машинка замечательная. Если бы Калеус назывался Ниссаном, за ним была бы очередь, поскольку он называется Рено, все так через губу переплевывают, говорят, да ладно, ну, тоже мне машина. Машинка нормальная, это кроссовер, ну, то есть, это ни то, ни другое не является внедорожником. И X-Trail молодцом. Я только не понимаю, куда там, что там с приборами у него, вот это, вот это, вот туда-сюда. Калеус классный, причем, дилерская сеть у Реношников, она к данной машине очень хорошо относится, лояльно. Было много случаев, когда с одинаковыми поломками Ниссановцы своим клиентам отказывали, а Реношники с удовольствием по гарантии чинили. Энерговооруженность замечательная, на ручке, тем более, не будет никаких проблем по вариатору, тому самому пресловутому. И вы получаете, в общем-то, машину, в которой французского нету ничего. Она корейско-японская, вообще это Samsung, и аппарат классный. И в этом отношении он выигрывает у X-Trail, в том числе и по этому параметру. Вот поэтому-то, я знаю, что они стоплатформники, и, по крайней мере, по корейской сборке у отца была Elantra, она уже предыдущего года, отличная машина, ничего нигде не скрипит, не гремит, единственная подвеска слабовата, конечно, по рязанским дорогам. Да, знаете, по рязанским дорогам даже у немецких танков подвеска слабовата. А вот купил он себе сейчас, ну и многими журналистами автомобильными IS-X, конечно, где-то тут все закрепело, там загремело, меня вот как-то в такой машине раздражает. Его нет, а он как-то более спокойно меня раздражает. Да, меня в IS-X раздражает вообще-то все. Я не очень понял рождение этого автомобиля. Бывает, вот так вот не получится. А ваш Kaleos, он будет на самом деле молодцом, поработает он у вас долго и хорошо, и что приятно, он настолько эргономичный. Вот в него сел, в нем так все хорошо придумано, только радует. Василий, здравствуйте, Василий. Алло, добрый вечер, Сергей. Скажите, вот Opel Zafira, в чем разница между роботом и автоматом? О-о-о-о! Знаете, этот вопрос, на самом деле, не имеет никакого отношения к Opel. Вопрос в том, в чем в принципе робот отличается от автомата. Роботы, они бывают двух типов. Есть вот теперь то, что называется DSG, но конкретно по Opel'ям робот, это обычная механическая коробка передач. Вот это роботы первого поколения, они у всех такие. То есть, у всех абсолютно фирм роботы и Opel, в частности, были сделаны по одному и тому же принципу. Берется обычная механическая коробка и ставится некоторое количество электромоторчиков, которые за вас выжимают сцепление. У вас две педали и рычаг, а у робота, у него мозги и исполнительные механизмы, имитирующие переключение сцепления самым, что ни на есть, простым механическим способом. Если вы человек, Василий, спокойный, вялый, нетемпераментный, тогда вы не заметите никакой проблемы здесь. Вы будете жить с Зафирой долго и счастливо, и будет у вас все хорошо. Если вы с огнем в душе и вам нужно быстро, то вы будете постоянно изумляться, как можно было в приличной стране, на приличном заводе сделать такую штуку. Вот. Так лучше найти автомат, да? Если вы найдете нормальный автомат с гидротрансформатором, он будет, ну, может быть, всего лишь в тысячу раз лучше, чем робот. Опелевские роботы — это катастрофа. Это инженерная катастрофа и это потребительская катастрофа. Опелевский робот выживает в руках только очень спокойного человека. Но, как правило, спокойные — это не Василий, обычно это Никиты. Вот Никиты, они такие действительно очень подходящие. Я бы на месте фирмы Опель продавал бы машины с роботами только по списку, вот по именам. Простите, вас как зовут? Василий? Не, знаете, Василий, я вам рекомендую другую. А вас говорят Никита. Никита, берите. Берите. Эта машина специально для вас. Телефон студии 65 10 9 9 6 у нас на линии. Ну, я так полагаю, что... Алло, алло. У нас есть линия, у нас есть разговор. Здравствуйте. Алло. Алло. Это вы, а это я. Алло, здравствуйте, Сергей. Здрасте. Это вам звонит ваш тезка Сергей Кузьмин. Сергей Кузьмин, это здорово. Да, да, я вас иногда мучаю своими вопросами на одном общеизвестном сайте. Да, мы даже знаем, как мы выглядим, но мы не знаем, как мы слышимся. Да, Сергей Степанович, от всей души вас поздравляю с днем рождения. Сережа, спасибо вам. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Да, я бы еще пожил, я согласен. Да, успехов на вашем поприще, семейного благополучия и всего-всего самого наилучшего. Спасибо. Знаете, я на самом деле желаю и вам здоровья и самого наилучшего. Спасибо, Сергей. Ну, вдруг у вас еще что-нибудь, кроме поздравлений. Мы все-таки про автомобиль, а не про слонянов. Сергей, ну, не знаю, вопросов, наверное, сегодня нет. Хотелось просто вас поздравить. Сергей, спасибо вам. Это очень трогательно, тем более, что мы с вами уже сколько, наверное, года три общаемся. Михаил, здравствуйте. Сергей Степанович, День добрый. Здрасте. Вопрос у меня такой. Я просто хочу уточнить для своего отца, который живет в Дальнем Востоке. Так. Он, значит, мой колзин, который аналоговенцит. И сейчас, думаю, брать Toyota Vish, это, скажем так, что-то вроде Opel и Zafira. Но я ему хочу предложить, собственно, такую замечательную машину, как Ford i10. Что вы можете сказать по трансмиссии, как вариаторы Fondas и V6? Вот даже на Дальнем Востоке, вы же помните эту вечную разборку между Toyota и Honda. И вы, вот вы можете отцу рекомендовать все, что угодно, и Одиссей, он не уступает Vish. Но как только ваш отец покупает Honda, все вокруг, вот, что называется, общественное мнение, начинает вашего отца тихо упрекать. ну ты что, ну ты же пожилой, взрослый, серьезный. Ну, Toyota надо было брать. И потом сразу возникает вопрос с последующей реализацией. Через какое-то время машину приходится продавать, на Дальнем Востоке Toyota будет в почете всегда любая в любом состоянии. Honda, Odyssey, да, удобная, да, фантастические совершенно моторы. Хондовские моторы, Toyota превосходят. Но, но, удобно покатался, через какое-то время столкнулся с тем, что, с тем, что не получается избавиться от этой машины. А придется, придется. На Дальнем Востоке всегда надо брать Toyota. Несмотря на то, что это далеко не самая лучшая машина. Андрей, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. У меня вопрос к вам по коробке DSG непосредственно Passat, Volkswagen Alltrack, мокрый DSG и сухой. Если можно, ваши комментарии вообще отношения к этой коробке на сегодняшний момент уже, как считается, доработанной. Между шестиступенчатой и семиступенчатой, между сухой и мокрой. Да. Вы, собственно, каких различий хотели бы в мешочек получить от меня? Что вы, что? У меня этот Passat Volkswagen B6 на автомате, просто я хочу менять машину, сейчас. И вот вопрос по DSG, по надежности ее работы вообще. Вот вы, если вы внимательный слушатель, возможно, что по предыдущим эфирам вы помните, когда звонили люди и у них на Passat и на других машинах DSG убегали по пробегу за 150, за 160 тысяч без единой проблемы. А в то время, как другие стоящие, живущие и катающиеся рядом рыдают и абсолютно намочили уже всю одежду вокруг себя, забрызгав ее слезами от горя и ремонта DSG на пробеге 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч, замена. Конечно, Volkswagen, естественно, клянется и божится, что никаких проблем нет, что все абсолютно решено. Вот я за эту неделю ездил на двух машинах с DSG. Я ездил на Q3, я ездил на Tiguan. Вот на Tiguan шестиступенчатый DSG замечательно, никаких проблем. Замечательно работает, неважно, полный привод, неполный. На Audi, на новенькой Q3, у него появился новый глюк. При непонятно каком алгоритме, когда уже докатываешься, вот последний метр, уже все нормально, вот ты уже оттормозился и просто вкатываешься, например, на стоянку. Вдруг резкий рывок и машина прыгает вперед. Если там ребенок, ты его сбиваешь. Если там КамАЗ, ты втыкаешься в КамАЗ. И что самое неприятное, у этой новенькой машинки с новеньким DSG данный глюк не зависит от того, куда ты едешь, вперед или назад. Я включил реверс, сдавая задом. Что делает обычный водитель старой школы, сдающий задом? Он поворачивается в сторону движения. И в этот момент DSG дает пинок вперед и Audi улетает на полметра вперед. В тот момент у тебя включена задняя передача. Вот представьте себе уровень этой подлянки. Причем этот дефект у меня проявился в течение трех дней, два раза. Но больше этого не было. Это плавающий алгоритм. И когда нам с вами говорят все решено, все хорошо. Вот то же самое, как советское правительство. Товарищи, не волнуйтесь, коммунизм настанет. Да мы, собственно, не волнуемся. Но хотелось бы услышать нюансы. Мы никогда не узнаем. DSG, робот, электричество. Идея великолепная. Воплощение хромает у всех. Единственная безупречная коробка хороший робот это на Ламборгини. Очень классно работает. У остальных, к сожалению, есть нюансы. Ничего не поделаешь. Мы с наслаждением прерываемся на новости. Вопрос с сайта. Анатолий пытается купить себе дачу. Это не подумайте, что дачу. Это та самая дача я. Причем Logan MCV. Она у нас называется Lada Largus. Прелесть этой покупки в дизеле полутора литрового мощностью 8,6 лошадиных сил. Но есть сомнения во-первых по поводу впрыска Delphi во-вторых в целом по автомобилю. Нюанс вот в чем. Сам по себе двигатель полутора литровый реношный он настолько интересен, что на нем тихонечко катается половина Европы. Его покупают у французов очень многие в том числе и японские производители выпускающие машины специально целенаправленно на европейский рынок. То есть вот эти полтора литра можно встретить у очень многих автомобилей под капотом даже не подозревая что это Рено. То есть сам по себе он неплох даже несмотря на Delphi которая в общем-то лучше она делает предпусковые подогреватели чем впрысковые системы. Но подводный камень вот в чем. Эта машина она у румынов собирается по старому социалистическому принципу. Там есть специальный цех который делает машины под восточную Европу а есть который делает под западную Европу. Дальше потихонечку проникают туда куда и не должны были. Ведь когда эту машину придумали у нее четко был очерчен ареал обитания. Сколько угодно Китай Бразилия Россия но только не Париж а по Парижу они стали бегать потому что во Франции тоже есть небогатые люди и есть спрос на недорогие автомобили. Тем более что дача она совершенно неубиваемая но она же Рено Логан. Но разница в качестве сборки и в качестве комплектующих то что идет на менее притязательный рынок оно сделано мягко говоря послабее. То что было предназначено изначально на рынок например Франции или Германии сделано гораздо лучше. Как угадать? А вот никак. А вот в этом самая большая проблема. На этой машине не написано с какого рынка. Если вы берете ее чуть-чуть подержанную да здесь можно уже по документам понять она пришла например из Германии. А если вы нарываете что называется на новую на перехват есть и такая ситуация когда вы подступаетесь к автомобилю который ни на какой рынок не попал. Вы не установите для кого он был сделан. А если вы тем более берете например из Белоруссии кто вам скажет? Скорее всего это восточноевропейская сборка. Вот в этом проблема. Сергей здравствуйте мы с вами в эфире. Алло слышно вас плохо а вас вообще не слышно. Да это я а это вы. Здравствуйте я не Сергей видимо а Владимир. Владимир вот видите вот так вот тоже бывает иногда. вам взяли и поменяли имя. Сергей остался Владимир я рад. Сергей рад вас поздравить с днем рождения. Спасибо я рад получить от вас поздравление. У меня вопрос на самом деле непростой. В семье пополнение и выбираем между новой Калиной и старенькой где-то года 2003 2004 может быть Toyota Corolla универсал может быть подскажешь в каком направлении лучше двигаться бюджет до 450 рублей. А что значит пополнение вас было двое станет трое или вас было восемь станет девять. У нас было двое теперь нас трое. Владимир ну это же великолепно но вот тем более не вздумайте брать Калину ну не вздумайте у меня была такая история я ее даже публиковал ко мне обратился человек у которого была машина Renault Logan он на ней поездил четыре года потом решил ее продать человек живет в городе Тольятти он на этом автомобиле покатался дал объявление пробег был порядка 140 тысяч вдруг эту машину внезапно купили тут же не торгуясь пришли и купили он подумал как выгодно здорово сделка отлично пошел по салонам понял что что-то сейчас не складывается нету и машины подорожали а поскольку он в Тольятти и вокруг все бегают и говорят покупай Жигули покупай Жигули он пошел купил правда не Калину он купил Приору и вот дальше это трагическая история он семьей поехал на дачу он посадил жену ребенка дочку дочка у него постарше вашего ребенка его дочке там порядка восьми лет по-моему они поехали ребенок заплакал в результате этой поездки хотя ничего не произошло они просто ехали в советской машине а потом они приехали на дачу и дочка с папой не разговаривала все выходные а Калина ко всему прочему эта машина насыщенная дефектами она насыщена пренебрежением к покупателю и она насыщена вот этим вот знаете пролетарским негодованием по поводу клиента который себе еще позволяет что-то выбирать и в этой машине количество неустранимых дефектов она просто фантастическая вы никогда не знаете какую конкретно подлянку вам кинул Тольяттинский пролетариат там очень много конструктивных дефектов там очень много проблем по комплектующим там просто чудовищное количество проблем по комплектующим и там очень много проблем по сборке вот это как раз та самая пресловутая пролетарская такая вот особенность. Наш отечественный пролетариат очень любит резьбовые соединения забивать молотком. Вы думаете, это аллегория? Ничего подобного. Это как раз из практики сборки, в том числе, калин. И когда есть возможность, отвернувшись за спину начальника, тихонечко вдалить кувалдой, они так и сделают. А вот эта трагическая проблема, например, с гидроусилителем и электроусилителем калины, когда не знаешь, куда поедет твоя машина. Когда, например, она самопроизвольно вдруг ешь прямо. А калина считает, что ей нужно направо в телеграфный столб. И ее очень тяжело будет удержать. Калина это все-таки не совсем автомобиль. Это вот такой соевый заменитель мяса. Снаружи похоже. По факту на зуб положил не мясо. Королла это правильно в любом случае, потому что предположим, что нет денег на что-то новое хорошее. Да, лучше купить не новое, но хорошее. Привыкать к человеческому. Привыкать к нормальному. Королла это нормально. Но видите ли, в чем, Владимир, проблема? 450 тысяч это входной в билет в B-класс. Причем это лукавый B-класс. Это B+, который на самом деле C. Вы за 450 тысяч совершенно спокойно можете купить машину нашего бездорожья и глубинку Renault Sandero. Хэтчбэк. Renault Logan. Вы за эти деньги попадаете в ценовую группу клиентов Volkswagen Polo Sedan. И здесь вам уже улыбается Solaris и Kia Rio. Это очень неплохие деньги. Своего ребенка возить не надо в советской машине. Не надо в колени. Пожалейте жену. Жена драгоценная. Пожалейте ребенка. Ребенок бесценный. Если есть возможность, не пейте суррогатную водку. Не подбирайте окурок с тротуара. Не берите калину. Не берите жигули. Никакие. И никогда. Вообще никогда. Ни при каких обстоятельствах. Лучше пешком. А за 450 тысяч огромное количество очень приличной техники. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну, в первую очередь, с днем рождения вас. Спасибо вам. Являюсь недавним вашим поклонником. У меня вопрос по автомобилю Renault Scenic 2 либо Grand Scenic. Давно присматриваюсь и хотел бы услышать ваше мнение. Автомобили на механической коробке двигатель либо 1.9 дизель либо 2 литра. Они хорошие. Они удобные. А вот почему именно Renault? Ведь то же самое есть, например, у Citroёна. А вот дороже. А, только исходя из... Вы в какую сумму хотели уложиться? Ну, 400-450. Renault на вторичном рынке, конечно же, он заметно дешевле. И любой Renault, вот он настолько никому не нужен, ну, имидж у него такой, это не значит, что он его заслужил. Но, да, действительно, вы выигрываете в цене. У Scenic конкретно у него неплохой мотор. В принципе, дизеля вот именно этих серий, они очень достойные. Но будьте готовы к тому, что эта машина вас измотает по мелочам. То моторчик отопителя, то какой-нибудь краник, то стуки в подвеске, потому что саленблок, то еще что-нибудь, то глюк по электрике, то вспыхнула та лампочка, которая вас перепугала угрозой выстрелом аэрбэга в голову. Причем половина будет именно глюк, а половина будет проблема. Реношники, они делают машину четко под первого клиента. Они точно знают, что первый весь гарантийный срок покатается, потом ее скинет в следующие руки, и этот клиент фирму Рено уже вообще не волнует. Как он там будет мучиться, страдать, будут ли у него какие-то нарекания, завещает ли он своим детям не любить фирму Рено, абсолютно их не колышет. Первичный клиент, они его оближут, они его обогреют, они, может быть, что-то по гарантии поменяют. Вы будете уже, скорее всего, брать машину даже не из вторых, а из третьих рук. И никто не может поручиться в том, что это хорошая машина. Если как альтернатива Focus C-Max. C-Max, он хорош, причем он даже на моторе 1.6 нормально шевелится. Но вы ходите просто по рынку и выбираете, или у вас какие-то есть, что называется, знакомые? Или вы вот в лотерею? Нет, у меня нет знакомых, я буду покупать с рынка, да. Лотерея, лотерея, лотерея. Но скрученные спидометры, кривые документы и неприятности там вероятнее всего будут. Потому что в трейдене вы найдете машину точно со скрученным спидометром, а на рынке еще и с палеными документами. Поэтому трудно будет найти приличную машину. Но хотя бы у какого-нибудь крупного игрока вторичного рынка будут минимальные юридические гарантии, потому что, например, движок, если стуканет, может быть, вы через своего адвоката выбьете какую-нибудь сатисфакцию. А так на рынке вас ждут большие трудности. Вот в чем неприятность. Роман. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер, Сергей. С днем рождения. Поздравляю вас еще тоже. Спасибо вам. У вас в передаче был вопрос про лампочки вчера, по-моему. Да. Они у нас всегда горят, лампочки. Собственно говоря, довелось нам позапрошлой пятницы повыдергивать разных машин из-за угробов. Вот спокойнее дает вопрос, почему у Пассата левая резьба на проушине, которое вот виничивается для буксировки. Может, знаете? А она, кстати, не только у Пассата. Вот эта хитрая резьба, она у многих немцев вас поджидает. Внезапно совершенно. Да, на пелях иногда это тоже случается. Потом на корейцах я встречал такие вещи, когда резьба была обратная. Объяснить это нельзя ничем. Видимо, там вы в правой руке трос держите, а левой крутите. Понятно. Еще один вопрос. На пирольском шоссе на трехрядке за разделителем знак «Обгон запрещен». Зачем? Что это значит вообще? Как «Обгон запрещен»? Это за разделителем. Знаете как? Это с тех пор, когда обгоном считался маневр в пределах своих полос без выезда на встречку. Вот он с тех пор и висит. Да, это невозможно. Но если вы спросите ГАИ, а что за бардак у вас на дороге, они скажут, ну, у нас все в порядке. Да вы че, у нас все хорошо. Как раз вы читали сегодня по информационным лентам шло сообщение о том, сколько уголовных дел прокуратура возбудила против гаишников. Как раз в следующем часе будет в том числе обсуждение этого вопроса более подробно. Послушаем. Спасибо. Вот она наша автомобильная жизнь. К сожалению, дорожные знаки у нас ставятся не потому, что они должны нам с вами помогать. У нас дорожные знаки ставятся потому, что они должны кого-то кормить либо не кормить. Передаю стафетную палочку эфира. До свидания. До завтра.